Уважаемые садоводы, здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, как я размножаю лук-шалот семенами. Здесь вы видите уже почти готовые вызревшие семенники лука. И посажен этот лук был в прошлом году, в середине октября, в теплицу на самое неудобное место. А так скажем, на крайнюю дорожку, где практически ничего толком и не растет. Вот здесь вот бетонная дорожка, и здесь всегда очень холодно, а луку очень комфортно. И вот уже несколько лет подряд я занимаюсь здесь высадкой лука непосредственно для того, чтобы получить семена. И, в общем-то, не безуспешно. Вот сейчас наступил тот момент, когда стрелки уже практически созрели. И внутри вот этих вот соцветий лука семена черные я буду срезать вот эти стрелочки и собирать в один общий пучок. Потом я их подвешу на какой-нибудь гвоздочек в сухом помещении. И недельки две этот семенной материал будет дозариваться, то есть сохнуть естественным образом. Вот такая вот у меня грядочка. В общем-то, здесь очень много семян получается. В основном это гибриды. Я веду межвидовую гибридизацию для того, чтобы получить сладкие формы лука шалота. И, конечно же, чтобы было отличное пирог. Ну, вот тот лучок, который мы садили в зиму, он, в общем-то, не очень крупный. Но, тем не менее, его можно повторно высаживать снова в зиму. Вот по 4-5 луковичек. Это, в общем-то, нормальный материал для высадки уже под зиму его. Ну, там, где была стрелочка, естественно, луковичка никакая, маленькая. Но обычно в одной семейке бывает одна стрелочка. А иногда и бывает три стрелочки. Но если три стрелки, то одна стрелка полновесная, а две других не очень урожайные. Поэтому, ну, в большинстве своем по одной стрелочке на семейку и семена, получается, выполненные и вызревшие. Что же дальше я делаю с этими семенами? Вот этот оставшийся лучок я даю возможность ему просохнуть. А, в общем-то, он уже сейчас просох естественным путем. Как видите, этот лук-шалот имеет розовый цвет. Ну, учитывая тот факт, что этот пучок был все-таки мелкий и использовался в качестве семенников, то он вполне даже может идти и в пищу. Ну, вот, такими вот я пучками связываю его, чтобы семена не высыпались. Закрываю вот этот пучок марлечкой. Как бы одеваю платочек на этот пучок. И вниз, вниз головой подвешиваю в сухое, в сухом местечке. Ну, и что же дальше происходит с семенами? Вот на будущий год полученные семена я высеваю вот в такие ящики. Вот видите, здесь он у меня как потник. Плотно-плотно-плотно-плотно-плотно посеян. И, в общем-то, лучок получается сивок стандартный. Очень удобно. Когда в поле высеваешь вот этот вот лук, то он обычно зарастает сорняками. Нужно использовать гербициды. Ну, и эта технология меня не устраивает. Меня устраивает вполне вот такая вот технология. Сейчас середина июля. Сивок мой готов. Но я его не буду выбирать из почвы. Это здесь вот несколько луковичек я вынула, чтобы показать вам, что он вполне стандартный, как сивок. А вот здесь вот вообще вот он очень-очень мелкий. Это всюжок так называемый. Именно вот такой лук не пойдет в стрелку, если его высадишь в зиму. Вот этот лучок может пойти в стрелку. А, в общем-то, мне и нужно, чтобы он пошел в стрелку, поскольку это вот очень хорошая линия, суперсладкая. И я хочу его максимально размножить. То есть вот этот вот лук величиной где-то один сантиметр, он способен при подзимнем посеве дать полноценную стрелку. А вот этот вот меленький, очень меленький, он стрелку не даст, он даст нормальную, хорошую луковицу. Поэтому вот этот лук я буду садить под зиму. И это будет октябрь, середина октября. А может быть, конец октября, если погода будет теплая. Вот. А этот лучок мы постараемся вырастить, опять же, на семена. Вот таким образом происходит размножение селекционного материала лука в нашем хозяйстве. Конечно, эта работа такая кропотливая, очень хлопотная. Но, тем не менее, мы ее используем, чтобы увеличить массу семенного материала. Ну и вот, на этом сегодня все. Здоровья вам и до скорых встреч!